Добрый день, уважаемые пользователи программных продуктов 1С. Сегодня мы с вами рассмотрим такую тему, как зарплата управления персоналом в третьей редакции сформировать список уволенных сотрудников. Для создания списка уволенных сотрудников за определенный период формируется отчет кадровые изменения. Для этого нам необходимо зайти в раздел кадры, кадровые отчеты и ссылка кадровые изменения. Вот она кадровые изменения. В поле период указываем период, за который необходимо сформировать данный отчет. Давайте выберем с 1 января 2018 года. В поле организация необходимо выбрать организацию, по которой необходимо данный отчет сформировать. Кнопка настройки. Устанавливаем флажок вид события. Сейчас она откроется. Устанавливаем флажок вид события. И выберем из списка увольнение. Кнопка закрыть и сформировать. У нас отчет формируется. Отчет у нас сформировался. И мы видим то, что в двух подразделениях два сотрудника у нас уволились. Также для создания списка уволенных сотрудников на заданную дату можно использовать отчет уволенные сотрудники. Данный отчет находится в разделе кадры, кадровые отчеты, ссылка уволенные сотрудники. В поле даты указываем дату, на которую необходимо сформировать отчет. Организация. Кнопка настройки. Мы нажимаем. Для изменения структуры отчета необходимо выбрать вид расширенный. На закладке поля и сортировки в специальной форме убираем ненужные флажки слева. Например, нам не нужна дата рождения. Кнопка закрыть и сформировать. После изменения структуры отчет можно будет сохранить как новый и перезаписать существующий или закрыть без сохранения. И мы здесь увидим то, что на начало дня у нас с вами один уволенный сотрудник по организации, по которой мы выбрали. На этом у меня все. Если у вас будут вопросы по данной теме, как сформировать список уволенных сотрудников, вы можете оставлять под этим видео. Мы с радостью на них ответим. Хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok